В станции юных техников в Анапе в этом году 50 лет. 25 здесь работает Ирина Меньшикова, которая также в этом году отметит личный юбилей. Вышивание игольницы, выжигание картинок в прошлом. Сегодня по программе Луна Топа ребята учатся заправлять и запускать ракету, и конструировать роботов. Благодаря нашему муниципалитету, нашим властям местным, у нас появилась прекрасная возможность заниматься в кружке робототехники. Мы получили новые наборы Лего, получили новые ноутбуки. Самое главное, что хочется отметить, что в этом году, благодаря, конечно, слаженной работе команды нашего уважаемого мэра Полякова, мы получили безвозмездное пользование, бесплатное пользование наше помещение, которое мы очень любим, холим, лелеем. Человек, незнакомый с этой дорогостоящей моделью грузчика или манипулятора, может назвать ее детской игрушкой. На деле, чтобы собрать воедино робота и увидеть общую картину, нужен месяц. Только один блок стоит десятки тысяч рублей. Здесь, на станции, ребята могут овладевать технологиями бесплатно. Наш робот Умка собран на смешанной гусеничной базе Лего НХТ РЦ модельных комплектующих. Задача у него – поднимать объекты с помощью манипулятора и перевозить их на расстояние. Части роботов печатаются взрослыми педагогами на 3D-принтере. Диорама «Дорога жизни» могла бы стать достойной частью коллекции самого Петра III или даже Форбса – коллекции солдатиков, которых оцениваются в крупные суммы. Современная техника так далеко зашла, что теперь можно напечатать донорский человеческий орган из биоткани. Шагая в ногу со временем, преподаватели станции овладели новыми специальностями. Бывшие швеи и вязальщицы стали первоклассными преподавателями космических и робототехнологий. Ребята участвуют в конкурсах и привозят в Анапу дипломы и кубки. На выставках я возил манипулятор, который был создан для того, чтобы разгружать мусор на свалках. И еще я ездил с воздушным поездом. Это такой поезд, который передвигается по тросам над городом. А вот Виктор Гаученов любит творить по старинке, своими руками. Карандаш за ухом, рабочий халат. Полвека преподает он детям и детям этих детей, а за работой – пилка и лобзика. Ученик Гаученова собрал модель Анапского маяка, который светится. На соревнованиях по садомодельному спорту там обращают внимание, что вот или своими руками сделано, или с помощью 3D. Конечно, если руками сделано с нуля, то довольно балл повыше немножко. В конце марта ребята и педагоги отправятся сразу на два крупных мероприятия в Москве на ВДНХ – Кубок робототехники и кибернетики, а также Робофест-2019. Анна Жукова, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.